Пресс-конференция 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 как КОМ, а решения проблемы нет. Еще через два года после того, как были опубликованы указы, Голикова, подводя итоги, заявила официально, я это слышал, что в рамках того бюджета, который предлагает правительство Медведева, эти проблемы и выполнение указов невозможно. Я полностью согласился, и мы подготовили целый пакет законов по наполнению бюджета развития, доведение его с 15 триллионов примерно до 25. Все наши предложения Единая Россия забаллотировала, я их обсуждал с президентом и представлял на госсовете, тем не менее реальных подвижек не было. Можно было бы развивать производство и повышать производительность труда. Он вообще-то правильно в своих указах указал, надо добиться, чтобы создать 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест. Это прекрасная идея, но для этого надо строить новые производства, осваивать новые станки, внедрять робототехнику, готовить талантливых специалистов, вернуть многих из тех, кто убежал из страны, а сейчас почти полтора миллиона работают в чужих лабораториях и заводах. Тем не менее, ни одного этого решения не было. Если взять эти места, в прошлом году они сократились почти на полтора миллиона и не достигли 16 миллионов, то есть провалено с трешком этот показатель. Производительность, действительно, производительность нужно и можно было поднимать. Он поставил задачу увеличить ее за эти годы в полтора раза. Она росла максимум на 1-2 процента и близко, даже не приблизилась к тому показателю, который был указан. Очень важные задачи, связанные с демографией. У нас при нынешней политике в ближайшие 10 лет из производства выбудет почти 10 миллионов тех, кто работает. 10 миллионов. Но можно было решать более уверенно эту задачу. Мы обольстились тем, что несколько подрос средний возраст, но в этом году, если посмотрите, в массовом порядке началось снова вымирание страны. В катастрофическом ситуации положение находится русские классические области, такие как Тверская, Ивановская, Орловская. Мне думалось, что сюда будет особое внимание или хоть как-то подчеркнут эту проблему. Хочу вам напомнить, что за последние 25 лет русских сократилось в нашей стране на 6%. У нас русские составляли 81% населения, а русские являются государствообразующим народом. Исчезновение государствообразующего народа непременно приведет к катастрофе. Как только защитники отечества русских ушли из Кавказа, так и начались там все беспорядки и проблемы. Вы это видели и прекрасно ощущаете. В свое время, по тематам Затова, министр культуры Дагестана, как-то обращаясь к нам, сказала русские, очнитесь, у вас страну из-под ног выдергивают. Мы же без вас все пропадем. Так вот, это очень острая проблема, когда в коленных русских областях полтора раза смертность выше рождайности, не находит никакого отражения, кроме как в болтовне Жириновской, я за русских, я за бедных, но за этим не следует никаких мер. Мы предлагали программу поддержки, инвестирования, развития, и тем не менее наткнулись на полное непонимание правительства. Если взять среднюю зарплату, ну допустим, Чеменская область, там богатый нефтегазовый край, 50 тысяч рублей средняя зарплата. В Иваново 21 тысяча, Тверская область классическая 20 тысяч, Моя Орловская меньше 17 тысяч. Ну чем они хуже? Они все делали для того, чтобы страна развивалась, чтобы мы осваивали газ и нефт, они работали, платили налоги, а сегодня они получают даже поддержки, а зарплата в 3-4 раза ниже. Это недопустимо в одной стране. Он говорил об этом, надо выравнивать, но я не вижу никакого уравния. Мне казалось, что все-таки здравоохранение будет лучше. Да, высокотехнологичные центры хорошо, но если посмотреть, что случилось по стране в результате оптимизации образования здравоохранения, то вы куда сейчас не приедете, вы услышите вои крик на эту тему, довести до роддома невозможно. Поэтому надо принимать и эти решения. Но чтобы они реализовывались, я надеялся, что он ответит. Я писал несколько записок на эту тему. Чтобы развивалась социалка, надо минимум от расходной части бюджета вкладывать здравоохранение примерно 7%, в образование 7% и в науку 7% в пределах 20-25%. Советская страна всегда вкладывала, европейские страны почти все вкладывают, а у нас, как все топталось, вокруг 3-3,5%, так и осталось. И на ближайшие три года никакой нет подвижности. Можно что угодно обещать, если вы не хотите поддерживать эту сферу, то у вас ничего из этого не получится. Больше всего меня удручает, что нет ответа на вопрос главной внутренней безопасности. Самолеты, танки, ракеты – это всегда нужно для того, чтобы себя защитить, помочь друзьям, в данном случае Сирии. Тут мы поддерживали, оказывали помощь и будем оказывать. Но все, чем они гордятся и показывают, это в основном изделия советской эпохи. То, что новое у них, пока не Т-50 на крыло не поставлен с полным боекомплектом, не МС-21 еще не вышел, не их супер-жет хваленый и так далее. Значит, 20 лет наука и технологии в главной отрасли должным образом не развиваются. Так вот, объем иностранного капитала в ключевых базовых отраслях достиг того уровня, который для всех нас и вас абсолютно опасен. У нас большая сторона без теплых, без электростанций, энергетики. Мы не можем развиваться. У нас объем иностранного капитала в этой сфере 95%. Завтра вам что угодно остановят. Примут санкции, не поставят две детали, и у вас все рухнет. У нас огромная железнодорожная держава. Объем иностранных инвестиций в железнодорожном машиностроении составляет почти 80%. Без металлургии, цветной и черной, 70-75%. Меня больше всего поразило, что и водку, и ликероводочную промышленность, и табак тоже отдали в чужую. 53%. Я долго не понимал, почему никак не хотят ввести госмонополию на то, что приносит сумасшедшие деньги. В царское время 100 рублей живых приносило 30-35 к вечеру, в советское 20-25. Сейчас меньше рубля. И если возьмете всю оптовую торговлю и сети, на 95% в чужих руках. Вы, вообще-то говоря, все абсолютно зависимы. Можно кичиться безопасностью, можно кичиться чем угодно. Но если у вас ключ от кассы, от железной дороги, от энергетической станции и от продовольствия находится в чужих руках, у вас нет безопасности. Есть нормативы. Я в свое время большой доклад готовил 21 предел безопасности, который мы переехали на красный цвет еще давно. Так давайте делать что-то, что позволит выбраться из этого. Идет разговор о многих частных вещах, в том числе и политической системе. Я не согласен, что в стране нет альтернативной программы. Она реально есть. Но когда те, у кого ничего нет, за неделю получают 40 с лишним сюжетом на главных каналах, а те, у кого есть программа, рассмотренная на Орловском международном экономическом форуме, в лучшем предприятии Грудинина, в совхозе имени Ленина, где были 600 лучших трудовых коллективов, победителей производства по всей стране, где был московский форум в МГУ, где была программа, подготовленная по 21 отрасли, и не хотят не только ее выслушать, представить и посмотреть, но и не хотят элементарно показать десяток фильмов, готовых, об опыте, который в новых условиях оказался самым эффективным. Эти предприятия, этот опыт, этот способ решения проблем, оказались наилучшими. Белоруссии, она удвоила объем производства по сравнению с 90-м годом. Что бы вам ни говорили, какие проценты роста, это в основном денежки. А если возьмете валовые производства, машины, станки, технику, вы увидите ни по одному показателю на уровень 90-го года страна не выше. У президента сейчас сложная задача. С одной стороны, сохранить свой рейтинг, с другой стороны, ответить на надревшие вопросы, о вашей коллеге, там каждый кричал, шумел, поднимал плакаты. Я понимаю, у вас есть заказ и редакции, и зрителей, и своих жителей, и соседей, и друзей. Это абсолютно правильная постановка. Но раз допекло и просит ответа у президента, надо на эти вопросы отвечать содержательно, конкретно, с перспективой на будущее. Еще пока образа будущего этого нет, программы, и с кем пойдут дальше, тоже нет. То правительство, которое считает, работает хорошо и удовлетворительно, за исключением, может быть, ЖКХ, на мой взгляд, не почти провалило в полном составе все его указы. Я бы на месте принял совершенно другие решения. Ну а если хотите получить публичные ответы, мы приглашаем вас в понедельник, наша команда, блог государственно-патриотических сил, вытартать, представить свою программу и варианты решения многих задач, которые назрели. Приглашаю вас освещать достоверно, объективно и массово. Субтитры создавал DimaTorzok